Сегодня на площади Мира возле катка заработал домик Деда Мороза. Там можно бесплатно сфотографироваться с волшебником. У маленьких красноярцев будет возможность загадать желание, а у родителей подслушать его. Зайти в гости можно до 7.30. Имейте это в виду, волшебнику нужно отдыхать, ему еще работать и работать. 31-го у него сокращенный день с 3 до 5, потом небольшой перерыв, конечно же, чтобы развести всем подарки, а потом со спокойной душой принимать посетителей с 1 и аж до 15 января. Будьте внимательны, расписание в эти дни разное. На сам Новый год Бобровый лог работать не будет, а вот до этого побаловать успеет. 31 декабря с 10 утра до 6 вечера в фан-парке абонемент на подъем 100 рублей. Единственное ограничение между проходами через турникет не должно быть в менее 5 минут. А со 2 по 8 января там пройдет интерактивный спектакль для детей и их родителей. В сказочном лесу вместе с новогодними персонажами будут искать кролика. Подробности можно посмотреть в официальном телеграм-канале или по звонку. Кстати, если планируете кататься на праздничных выходных, на сайте Бобрового лога можно купить подъемы онлайн. Так выйдет гораздо дешевле. Похоже, скромный Новый год отменяется. 31 декабря в 23.00 на главной сцене Центрального парка организуют праздничный концерт. Обещают, цитата, супердискотеку, веселье, подарки и новогоднее настроение на катке и у елки дома Деда Мороза. А также фудкорт и кафе. Видимо, это компенсация за отсутствие праздничного салюта. Встретить Новый год и проводить уходящий можно будет на катке УБКЗ с 23.30. Там начнется спаренный сеанс до 2.30. Вместит ли лед всех желающих неизвестно. Все-таки места там немного. Но будем надеяться, что красноярцы равномерно распределятся по местам празднования. Тем более, что варианты еще есть. В отличие от Центрального парка, на острове Татышев праздничные программы не планируются. Но самая большая елка и ледовый городок полностью в вашем распоряжении, пишет город Прима. Туалет у ледового городка будет работать дополнительно до 3 часов ночи. Да и весь общественный транспорт будет идти через остановку остров Татышев до 2 ночи. Как говорится, все дороги ведут на Татышев. Среди бегущих первых нет и отстающих тоже, когда цель – исполнение желаний. Все мы в новом году себе что-то обещаем. И у красноярцев есть возможность сделать это вместе. В 12.00 1 января стартуется бег обещаний. Акция пройдет по всей стране. На нагрудном номере нужно написать то, что вы обещаете себе в новом году и пробежать 2023 метра. Сбор на площади мира у Триумфальной арки. Если найдете в себе силы после встречи нового года пробежать марафон, то сдержать обещания не составит никакого труда. Крас-Си Альянс приглашает на туры на Хивусе по заливу Бирюсы. 31 декабря и с 1 по 8 января каждый день. Длительность 2 часа, стоимость 2 800 на человека. Виды обещают не хуже, чем на Байкале. Завезут в Мамонтову пещеру, на Скалу Черепаха, Царские ворота и не только. 1 января в широкий прокат выходит семейный блокбастер Чебурашка. И вообще, если вы тот еще киноман, телеграм-канал Киномуси расскажет вам еще больше новогодних новинок на любой вкус. 4 января в Платинном арене «Ледовая сказка-морозка» от Ильи Авербуха. В главных ролях двухкратный чемпион России Иван Букин и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва. Показы в 12 и 17.00. А если хочется убежать подальше от городской суеты, всегда есть вариант погулять на природе. Скажем, сходить на торгашинскую лестницу, пить чай и наблюдать за городом с высоты птичьего полета. Или затеряться в лесу в нацпарке Столбы. Только вы, тишина и горы. Тем более, что в ночь с 3 на 4 января ожидается новогодний звездопад. С наступающим вас Новым годом! Степанин Бешёва, Викита Четков, Новости Прима.